ПОДПИСЫВАЙТЕЛЬ ПОДПИСЫВАЙТЕЛЬ Учение из беседы святителя Иоанна Златоустова. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять её». Евангелие от Иоанна, 10 глава. Что может быть уничижение этих слов? Господь наш пользуется любовью Отца ради нас, потому что умирает за нас. Так как называли Его чуждым Отцу и обманщиком, утверждали, что Он пришёл для бреда и погибели, то Он говорит, что если уже есть что другое, то, по крайней мере, кто побеждал меня любить вас, что вас любит Отец, так же, как и меня, и что Он любит меня, потому что Я умираю за вас. И вместе с этим хочет и то показать, что идёт на смерть. Не по неволе. Если бы по неволе, то каким образом это доставило бы Ему любовь? И что это весьма угодно и Отцу. И не удивляйся, что Он говорит здесь, как человек. Мы уже много раз указывали причину этого, а снова повторять то же самое было бы излишне и тягостно. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у меня, но я сам отдаю её. Имею власть отдать её, и власть имею опять принять её. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 и 18 стих. Так как часто замышляли убить Его, то Он говорит, без моего соизволения напрасен ваш труд. Я предыдущим доказываю последующее, смертью воскресения. Это удивительно и необычайно, потому что и то, и другое, смерть и воскресение последовали особенным и необыкновенным образом. Но будем тщательно внимать тому, что говорится. Имею власть, говорит, отдать жизнь мою. Да кто же не имеет власть положить душу свою? Всякий, кто хочет, может умертвить себя. Но слова его имеют не этот смысл. А какой же? Я имею такую власть положить, что против моей воли никто не может отнять её у меня. А этого нельзя сказать о людях. Мы не иначе сами по себе можем положить душу свою, как только умертвив себя. А если вводим в руки людей, злоумышляющих, и могущих убить нас, то уже не имеем власти положить или не положить. Но они убивают нас и против нашей воли. А Он не так. Он властен был. Не положить душу свою даже и тогда, как другие злоумышляли. Он не ограничился одним молчанием, но и снова выступил, и когда его спросили, отвечал, и выказал своё попечение. Выступил, и когда его спросили, отвечал, и высказал своё попечение. Его назвали бесноватым и неистовым. Люди, получившие от Него бесчисленные благодеяния. И не однажды, и не дважды, но много раз. Однако же Он не только не мстил, но не переставал им благодетельствовать. И что я говорю благодетельствовать? За них Он у душу свою положил, и на кресте ходатайствовал за них пред Отцом. Будем же и мы подражать этому. Ведь быть учеником Христовым и значит быть кротким и не злобивым. Но каким же образом мы можем стяжать эту кротость? Если будем постоянно размышлять о своих грехах, если будем скорбеть и плакать. Душа, погружённая в такое сетывание, не может ни раздражаться, ни гневаться. Где скорбь, там гнев невозможен. Где печаль, нет места злобе. Где сокрушение духа, там не может быть негодования. Знаю, что многие, слыша это, смеются, но я не перестану плакать о смеющихся. В настоящее время – это время скорби, слёз и рыданий. Мы много грешим и словами, и делами. А таких грешников ожидает гиенная река, кипящая огненными волнами. И что всего хуже – лишение царствия. И при таких-то угрозах, скажи мне, ты смеёшься и веселишься. И в то время, как Господь твой гневается, угрожает, ты остаёшься беспечным? И ты не боишься возжечь тем для себя горящую печь? Не слышишь ли, что взывает Он каждый день? Вы видели Меня алщищем и не напитали, жаждущим и не напоили? Идите в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Матфея 25 глава. Такие угрозы Он повторяет каждый день. Трудного ли что и обременительного Господь требует от нас? Не того ли напротив, что весьма легко и удобно исполнимо? Ведь не сказал Он, я был болен, и вы не исцелили Меня, но не посетили Меня. Не сказал, я был в темнице, и вы освободили Меня, но не пришли ко Мне. И чем легче заповеди, тем больше наказание тем, которые не исполняют их. Аминь.